Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Емеля, и сегодня у нас с вами Мук Панк. Здесь у нас дыня. Здесь у нас кислая пастила. Я взяла самую кислую. Я обожаю соленую и кислую. И здесь у нас чипсы от Лейс. Минуточка СМР. Попробуйте как-нибудь чипсы с дыней или арбуз, например, с сыром. Это обалденно, это очень вкусно. Вчера весь вечер смотрела программы, чтобы загрузить с компьютера файлы на телефон. В Самсунгах все просто. Взял, перекинул и все. А в айфонах целая история. Нужно устанавливать программу на компьютер, нужно устанавливать программу на телефон. Я, например, сделала несколько фотографий на свою камеру на Canon. Я хочу скинуть эти материалы на телефон. Вот как это сделать? Через WhatsApp ты убиваешь качество фотографий. Как по-другому, я не знаю. Вчерашний весь вечер потратила на это. Чтобы выяснить, как. Купила супермаленькую дыню. Чтобы не таскать. Потому что у меня и так и в корзине было очень много всего. Я думаю, пока дотащу до дома. Оказывается, она очень даже сладкая. Даже не думала. Я боялась, что она выйдет какая-то зеленая. Она реально есть немножко зеленца здесь. Но она очень сладкая. Сочная. Как сахар. И когда была маленькая, бабушка сажала дыни и арбузы. Вы знаете, никогда мне не хватало терпения дождаться до того, как арбуз, например, созреет. Я вот видела небольшой такой арбуз. И все. Каждый день бабушке говорила, давай сорвем. Поедим. Бабушка говорила, если ты так сильно хочешь арбуз, давай купим. Но мне безумно было интересно именно тот, который у нас на грядке. И каждый раз я его срывала раньше. Но он был недоспелый. Он был такой розовый, светло-розовый. А иногда вообще даже белый. Каждый день я вставала, шла на грядку и смотрела, увеличился он в размерах или нет. То же самое с огурцами. Кто не жил в деревне или в частном доме, тот просто не поймет. Кушать огурчики, которые вот такие вот маленькие. Бабушка говорит, да подожди ты. Да дай вырасти. Сейчас нельзя это кушать. Альку было не остановить. Особенно арбузы. Вот жалко, что в те времена у меня не было канала, не было понятий ютуба. Я была совсем маленькая. И столько интересного можно было заснять из своего детства. У нас даже не было телефонов нормальных. У меня даже нет детских фотографий каких-то хороших. Когда я спрашиваю маму, почему у меня нет нормальных детских фотографий, мама это объясняет тем, что бабушке стало жалко денег. И она как бы не стала ни покупать фотоаппарат, ни идти никуда фотографироваться, что зачем, зачем. Первая моя фотография, это где мне 5-6 лет. Вот тогда, понятное дело, у всех уже в руках были фотоаппараты. Мыльницы. У меня двоюродный брат сфотографировал каждый шаг своего ребенка, начиная прям с самого раннего детства. Там даже есть такие фотографии, настолько милые, что хочется поставить на заставку телефона. Сейчас его дочка с таким интересом смотрит на эти фотографии, и она говорит, это не я, я никогда не была такой маленькой. Присон такой странный, я видела. Как будто я уволилась с работы, я решила заняться чем-то, чтобы заработать деньги. И типа ко мне приходят девочки, точнее одна девочка, и я преподаю ей английский. Я типа советую с мамой, что я же сама-то особо на 100% не владею английским, как я буду обучать ребенка. Мама мне говорит, ребенку 8 лет. Неужели ты не знаешь английский на уровне первого класса? Я такая говорю, да знаю, конечно. Я могу объяснить и так далее. И тут приходит ребенок, и мы сидим за этим столом. И просто ребенок в первом классе начинает так базарить на английском. Я такая сижу, он мне задает вопросы. Вот. Я не знаю, что ответить. Я теряюсь. Короче, очень странный сон. Меня слегка даже напугал, так скажем. Я стараюсь не лезть в дела, в которых я не очень хорошо разбираюсь. Первое, когда я устраивалась на работу, первое, что я сказала, что я очень плохо знаю азарпоиджанские. То есть именно грамотное написание. Я действительно пишу с ошибками. И она мне продиктовала текст. И такая говорит, раз, два, три ошибки. Нормально, нормально. Вы что? Здесь все пишут с ошибками. Я такая немножко была в шоке. Наверное, меня все-таки взяли, потому что мне дали математические такие уравнения, как бывают на экзамене. И я, по-моему, на 18 ответила правильно из 27. Точно не припомню, но у меня показатель был высокий. Моя работа как раз-таки была связана с математикой. Они, наверное, подумали, пофиг, что она пишет с ошибками. Главное, что считать умеет. Потом я обратила внимание, что Столько людей там, которые родились в Азербайджане, которые всю жизнь учились на азербайджанском языке, тоже писали с ошибками. Так что мне это было простительно. Давайте немножко пройдемся по вопросам. Айка, сними, пожалуйста, room tour по своему дому. Айка, заметь. Я снимала подобное видео. Если вы напишите в поисковике Айка Эмили room tour или house tour, Такое уже есть. Снимала где-то год назад. Тогда у меня было мало подписчиков. В принципе, ничего не поменялось. Все стало хуже, не лучше у нас в квартире. Я могу, если вы хотите, снять еще раз, если вы не можете найти это видео. Опять же, очень много вопросов касательно того, что Будет ли мукбанг с парнем? Я вам уже отвечала, что нет. Не будет. В ближайшее время не планируется. Некоторые пишут, Айка, столько же просмотров будет. Это же будет очень интересно. Я понимаю, но я же не могу заставить человека. Еще он не хочет. Ты никогда не хотел. Кисло. Айка, ты бы смогла встречаться с парнем, если бы ты его не любила? Я бы смогла. И такое было. В первую очередь, я обращаю внимание на отношения ко мне. Во всех отношениях, мне кажется, есть человек, который любит чуть сильнее, а есть человек, который просто позволяет себя любить. Ну, как бы это грубо ни звучало. Я, наверное, всегда относилась к тем людям, которые просто позволяют себя любить. Когда я вижу, что человек, ну, прям со всей душой ко мне относится, но у меня как бы не ёкает. Я могу спокойно с ним общаться, и все офигенно. У меня голова не болит. Есть люди, которые не могут общаться, если у них нет чувств. Человек начинает их раздражать, бесить и так далее. У меня такого нету. Я знаю столько пар, которые просто поженились на уважении, на каких-то других моментах. Какая-то перспектива. Я не говорю о корысти. Просто, например, если я вижу человека, у которого вообще нету семейных ценностей, у которого бабник, я не смогу с ним планировать дальнейшую семью, я не смогу завтра на него надеяться. И дело тут не в деньгах, абсолютно. Просто главное, чтобы человек был ответственный, умный. У нас, например, как? Бабушка вышла замуж за дедушку, она его вообще не любила. Но со временем чувства не появились. Они прожили около 30-35 лет вместе, в согласии. Прекрасно ладили и были счастливы. У меня была подруга, у нее был выбор. Начать встречаться с парнем, который ей нравится, которого она любит, и другой парень, который преданный, умный, умирает, просто хочет с ней быть верной, как собака. Как вы думаете, что она выбрала? Она, конечно же, выбрала парня, которому нафиг она не нужна. Ага. Ага. Какого цвета? Какого цвета? Ага. Сладкое-соленое сочетание бомба. Дальше давайте пройдемся по вопросам. А это правда, что если пить много лимонной воды, то похудеешь? Мне кажется, нет, это неправда. Правда, если вы хотите похудеть, просто идите и ходите, гуляйте. Не обязательно бегать. Например, когда я бегаю, у меня одышка, и мне прям сразу не хочется это все делать. Хочется прийти домой и лечь спать. Но когда я хожу, я могу час-полтора просто ходить. И даже если вы целый день кушали, вы просто вечерком можете походить, прийти домой. И просто усталая, голодная лечь спать. Когда ты усталая, тебе даже есть не хочется. Ешьте до шести. То, что вы хотите. Я, например, пробовала сидеть на гречке. Это ужас, как сложно. Трудно есть то, что не любишь. Лучше съесть мало, но то, что ты любишь. И все, пошла ходить. Почему мы перестали с мамочкой ходить? Это потому, что у нас режим самоизоляции. Мы не можем выйти на улицу более чем на два часа в день. А иногда, например, нужно пойти в супермаркет и отправляешь смс. Уже второй раз ты не можешь выйти из дома. А так мы с мамой гуляли на свежем воздухе. Делали огромный просто круг. Рядом с нашим домом. Не вокруг дома, а рядом. Такой огромный круг делали. И мы посчитали. Один раз вот так вот пройтись. Это было 5000 шагов. В любом телефоне есть программы, где можно посчитать шаги. Так вот, похудеете вы только в таком случае, если вы проходите более 15000 шагов. Так что дерзайте. Какая кислятина. Какая кислятина. Ну все, ребята, я доела. Эту кислятину кушать было достаточно сложно. Хотя я человек, который любит все кислое. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...